Брейк-данс, аниме, туризм, исторические реконструкции, бардовская песня. Всем этим и многим другим в Славянском районе занимаются подростково-молодежные клубы. Всего в районе их 47. Подростково-молодежный клуб по месту жительства это то место, где ребята могут найти себя, самореализоваться, открыть свой какой-то талант. То есть это клуб по интересам, люди, приходящие в клуб, они идут с одной целью – организовать свой досуг культурно, с пользой для дела и почерпнуть для себя что-то полезное, что-то приятное, что-то интересное. Проблем у клубов хватает, у многих отсутствуют помещения, руководители работают на общественных началах. Сергей Колчин – один из таких руководителей, занимается клубом неформального молодежного творчества «Метро». На встрече с представителями районной власти Сергей отстаивает интересы своих единомышленников. На сегодняшний день существует множество молодежных движений, которые вы можете видеть на всех центральных телеканалах, также на улицах города. Их называют неформалами. Как правило, это подростки, большинство из неблагополучных семей. Но у каждой из них, прежде всего, личность, личность неординарная, которая может доказывать всем, прежде всего, самому себе, что несмотря на все проблемы, они могут заниматься и творчеством. На встрече Сергей представляет интересы пока еще зарождающегося клуба «Паркур», участники которого называют свое направление искусством перемещаться и преодолевать препятствия в городском пространстве. Такое молодежное движение появилось сравнительно недавно. Зародилось оно во Франции и быстро приобрело популярность во всем мире. Славянск на Кубани оказался не исключением. Ну, чтобы упасть к нашим ребятам, нужно преодолеть небольшое препятствие. Место, где тренируются трейсеры, так себя называют те, кто занимается паркуром, находятся внутри заброшенного здания. Занимаются парни на рисовой шелухе. Говорят, падать на такую поверхность мягче, чем на маты. Вот только шелухи осталось совсем мало. Люди растаскали, поэтому и травм стало больше. Но это парней не останавливает. Андрей Кольчугин занимается паркуром уже 4 года. Во многом, потому что не было альтернативы. У себя в городе я пришел в секцию батута. На меня посмотрели и сказали, ты уже старый, с тебя ничего не получится. Не найдя другого спортзала, кроме улицы, Андрей с друзьями стали исполнять трюки именно там. Но не найдя понимания, перебрались в неуютное здание. Каждый вечер, если позволяет погода, трейсеры приходят сюда отрабатывать новые трюки. Андрей и его друг Артем исполняют роли инструкторов. Условия, в которых проходят тренировки, мягко сказать, нечеловеческие. Помещения без окон, отопление и освещение. Повсюду битое стекло. Пробовали в буревестник, но нам отказали. По причине, как сказали, что это очень травмоопасный спорт. И они не хотят брать на себя ответственность. Сам руководитель клуба метро Сергей Кольчин занимается уличным танцем брейк-данс. Но в компании трейсеров пробуют исполнять и их трюки. У каждого элемента есть свои названия. То есть чаще они переплетаются с теми акробатическими элементами, ну скажем, сальто. Есть некоторые такие элементы чисто паркур. То есть манки есть. Это когда человек разбегается и перепрыгивает препятствия чисто на руках. Скажи, вот если от нас, допустим, бабушка сейчас какая-нибудь посмотрела, да, вот что вы делаете, у нее наверняка возник единственный вопрос, зачем? Ну это стиль жизни. Просто кому-то нравится играть на гитаре, кому-то ходить в поход, а кому-то нравится вот как выразить себя в чем-то новом. Своё увлечение, говорят, ребята ни за что не просят. Если выгонят отсюда, будут заниматься в другом месте. Чем это может закончиться, прекрасно известно. Вот только некоторые моменты неудачных падений, выложенные в сети интернет. Мы надеемся, что у нас будет возможность расположить ребят на базе какой-то спортивной школы, допустим, да, где есть условия, есть маты. И вот ребята будут уже делиться опытом с более молодыми. То есть мы хотим также по школам ребят оповестить, что будет вот такой вот клуб. Приходите, занимайтесь. Игорь Алферов, Андрей Постовой, Дмитрий Пухальский, Александра Тимовская. Программа «События». Программа «Чалам». Продолжение следует...